Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня я готовила гуляш из куриной желудка. Но, пользуясь моментом, решила и вам показать, как это блюдо готовлю я. Возможно, кому-то понравится и кто-то тоже захочет приготовить. Для приготовления гуляша мы возьмем такие продукты. Куриные желудочки, морковку, лук, сладкий болгарский перец, чеснок, соль, перец, кориандр молотый. Томатная паста или протертые свежие помидоры, мука, сметана и зелень. Желудочки хорошо промоем, зальем водой, чтобы были покрыты. Немножечко посолим, чтобы они не были совсем уж пресные. Добавим лавровый листик, накроем крышкой и поставим вариться. С момента закипания где-то полчаса пусть проварятся. На небольшом огне, полутушение, полуварение, вот так вот. Прошло полчаса, желудочки наши проварились. Достаем их из бульона и даем им остыть. Бульон нам еще пригодится. Пусть остывает. Пока наши желудочки стынут, мы займемся овощами. Нам надо измельчить лук, натереть морковку и порезать перец. Желудки наши остыли и мы их тоже порежем так, как они будут в готовом блюде. Не сильно мелко, ну и не крупно. Вот такими кусочками, чтобы их удобно было кушать. В сковородку или сотейник, где вы будете готовить гуляш, наливаем 4-5 столовых ложек постного масла. Я налила 4, вполне достаточно. Насыпаем лук. И сейчас вместе с луком можно добавить наши желудочки. Пусть они тоже поджарятся. Минуты две где-то прожарились наши купочки. И лук добавляем морковку. Все перемешиваем. Пока что мы блюдо контролируем. Никуда не отходим далеко. Иногда перемешиваем. Желудочки наши прожариваются с овощами. Минуты две-три наши овощи потушились на хорошем таком огне. Добавим перчик в агарский. И присыпем столовую ложку муки. Сверху как прицепим, чтобы не образовалось в комочках. Все хорошо помешаем. Сейчас можно добавить сметану. Тоже где-то столовую ложку без горки. Я беру домашнюю сметану. И томатную пасту. Или перетертые свежие томаты. Перемешаем. Огонь можно убавить, чтобы он не был сильным. Видите, она ниже среднего огня. Видите, благодаря муке наше блюдо становится таким густым. И вот сейчас пришло время вводить бульон. Теперь нам надо наш бульон довести до того вкуса, который полностью вас удовлетворит. Не забывайте, что мы бульон немножко подсаливали, когда варили желудочки. Слегка еще надо подсолить. Подсоли у меня хорошо получилось. Я всегда добавляю немножко-немножко сахара. Он как бы подчеркивает вкус. Перчим. Вы, в принципе, можете кидать любые специи, которые вы сами любите с мясом. Не обязательно такое, как у меня. Можете свое что-то добавить. Я всегда кладу кориандр молотый. Он мне нравится в мясных блюдах. Щедро так посыпали. Пожалуй, я добавлю еще копченую паприку молотую. Немножко буквально. И небольшую головочку чеснока пропущу через чеснокодавку. Мы чеснок добавляем везде. Нам он нравится. И запах, и вкус. Мы любим, когда чеснок присутствует. Теперь накрываем наш гуляш крышкой. И пусть тушится где-то минут 30. За это время наши желудочки полностью будут готовы. Прошло 30 минут. Смотрим, что у нас здесь. Гуляш такой густой получился. Сейчас самое время ввести зелень. У меня тут укроп и петрушка. Зелень не жалейте. Ее в мясных блюдах не бывает много. Где-то еще на минутку оставим. Пусть еще протушится минутку. И можно выключать. Вот такой гуляш у нас получился. Готовится легко и просто. Я больше чем уверена, что даже начинающая хозяйка может его с легкостью приготовить. На гарнир к гуляшу можно подать любые блюда. Будь то каши какие-нибудь, макаронные изделия. Или картошку. Очень вкусно получили. Попробуйте. Вкусный такой соус. Глудочки получились мягкие, сочные. Спасибо за просмотры. Желаю вам всем приятного аппетита. Готовьте с нами. Я уверена, у вас все получится. Давайте нам обратную связь в комментариях. Подписывайтесь. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok